Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинной вязания, где мы обучаем стремителям и освоение абсолютно любой вязальной машины с нуля. Продолжаем вязать бактус веретено. Вторая часть. Сегодня мы вяжем основу. И, как я обещала в прошлый раз, показываю, что такое градиент на меланжевые пряжи. Есть основной цвет меланж, база, которую у нас будет вязать все изделие. И есть три дополнения, белый, красный, желтый. Сейчас давайте мы с вами распишем, как часто мы будем менять цвет, в какой последовательности, ну, через сколько рядов. Вы на самом деле можете брать любое количество дополнительных цветов и менять их так, как посчитаете нужным, через свой промежуток. Я буду делать проще, у меня всего три цвета, поэтому я их поделила на четыре части. Почему? На четыре. Первая часть. Начинаем. Делаем прибавки 76 рядов. Вторая часть 76 рядов. Первая, вторая, третья и четвертая. 76, 76, 76, 76. Четыре части. И смотрим, как я буду распределять дополнения, дополнительные цвета. Первый. Вяжем белый плюс красный. Во второй части красный убираем, белый плюс желтый. То есть мы начали два цвета белый-красный. 76 рядов. Убрали красный, вставили желтый цвет. Третья часть. Желтый. Оставляем белый, убираем, плюс красный. Добавляем красный цвет. И четвертая часть. Желтый убираем, красный плюс белый. Возвращаемся к первому. То есть у нас бока будут одинаковые. Красный и белый, а середина белый, желтый и красно-желтый. Таким образом мы выполняем с вами переход цветов. Белый-красный, белый-желтый, желтый-красный, красно-белый. Четыре детали, три цвета. Еще раз, если у вас больше дополнительных цветов, вы можете устанавливать свою последовательность. Можете вообще этого не делать, посмотрите. Но тогда будет попроще выглядеть ваше изделие. Моя задача показать вам варианты. Вы уже выбираете то, что вам хочется. Итак, начинаем вязать. Расчет у меня есть через каждые четыре ряда, пока не дойдем до 36 петель. Вяжем. Три источника нити. Белая, красная и моток меланжа. Они все у меня идут через один нитевод. Обратите внимание. На игольнице я поставила метки на 18 иглах. 36 всего. Начинаем с центральных двух иголочек. Каждые четыре ряда делаем прибавку. Таким образом мне не нужны ни расчеты, ни какие-то отслеживания особые. Доходим до 36 и на этом останавливаемся и меняем цвет пряжи. Вяжем. Обнулили счетчик. Потому что счетчик нужен, потому что мы с вами будем вязать в обратном направлении ровно по тому же расчету. Поэтому мне нужно знать, сколько рядов провязать, чтобы компенсировать меньшее количество рядов на среднюю часть. То есть если у меня получится меньше 76 рядов, я все, что не достает, добавлю к серединке. Поэтому мне просто нужно знать, на каком ряду мы с вами закончим делать прибавки. Обратную сторону пойдем по этому же расчету. Вот так 4. Ну, здесь, наверное, не надо 4. 2. Сделаю 2. И теперь с каждого ряда делаем прибавку. Прибавки любые, вот какие вы хотите. Можно просто выставлять иглу вперед. Можно сделать обвив. Как вам нравится. Что вам ближе. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. И так далее. Пока не дойдем до 18. Провязали. Дошла до меток. На счетчике 70 рядов. Пишем. Здесь у меня 70. Значит, 70 будет и верхней части. 6 плюс 6 плюс 6. 76 плюс 6. 82 ряда. 82 ряда. Почему я не объединяю 82 в 164? Потому что мы будем менять. Так. Мы будем менять цвет. Провязываю 82. Меняю цвет. Была белая, красная. Сейчас белая, желтая. Значит, красную я убираю. Ставлю желтую. В эту же направляющую. Возьмите водитель. Соединяю желтую и красную. Потом я их просто свяжу. Желтенькую. Натягиваю. Компенсирую. И сегодня все равномерно натянулось. Счетчик обнулить. И теперь мне по прямой нужно провязать 82 ряда. Потом свяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. После этого мы меняем. Убираем белую, ставим красную. 82 ряда. После этого начинаем делать убавки. 82 ряда. Заменили. Желтую на белую. Опять белого. Белый-красный цвет. Убавки. Щетчик обнулить. Первый ряд очень аккуратненько. Убавка. Убавляем любым удобным способом. Самый простой. Четыре ряда. Можно вот таким образом показываю декерную убавку делать. Можно делать обычную. Как вам нравится. Края мы будем закрывать. Поэтому каким образом вы делаете сбавку петель в убавлении и выход на три иголки. Оставляете три петли. А, две, простите. Две центральные. Вообще мне не важно. Четыре ряда. Убавили по петле с краю. И выходим на две центральные петли. Провязали. И вот такой эффект у нас получается. Если положить красно-белые. Дальше бело-желтый. Желтый-красный. Переходы цветов. Градиент на меланже. Если вам такой эффект нравится, делайте. Если у вас есть какие-то пожелания своего оформления, пожалуйста, делайте так, как вам удобно. Мне кажется, что такой вариант не обучен. И в следующий раз мы с вами завершим оформление бактуса и ретинол. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.